И это русская рулетка. То есть русская рулетка, кто знает, кто не знает, вкратце расскажу следующее. То есть у нас берется револьвер, именно револьвер. Вот барабан, пустой. Высшее офицерское развлечение. Тут причем правила очень классно определяют тот, кто выиграл или проиграл. Значит, однозначно, если ты, в общем-то, в патрон, попал в патронник и ты выстрелил, тут вариантов нету, как бы ты выиграл, конечно же, да, то есть и больше тебя ничего не беспокоит. А если, собственно, не попал патрон в патронник, да, и выстрел не произошел, ну, тут уже можно начинать рассуждать о правилах, там, о том, кто прав, кто виноват, там, человек, сколько денег ему должен. Эту игру можно использовать в качестве мотиватора, чтобы человек понял вообще ценность и бренность жизни человеческой. Поэтому игра заземляет, так скажем, да, в общем-то, и дает много разных, так скажем, поводов для осмысления жизни. Вот, но, опять же таки, долгая история. Короче, что я сделал? Я решил провести эксперимент, насколько русская рулетка вообще классная штука, да, то есть и так как пистолет этот для этой цели я вообще не использовал, револьер, да, то, в общем-то, прекрасная возможность это сделать у меня существует. Вот, поэтому, чтобы не подоражить сознание соседей громкими выстрелами и вообще физическими последствиями, я решил, естественно, использовать холостые патроны, но не только холостые, я решил избавить вообще холостой патроны от любого заряда конкретно пороха, да, то есть что я сделал? Я взял просто-напросто, вскрыл этот самый холостой патрон и из него убрал порох, вот, собственно, после чего, как положено все, делается дальше. Заряжается патрон в барабан, да, крутится и защелкивается, вот, и теперь, что дальше? Производится выстрел в голову, да, вот, ну, здесь есть такая еще небольшая штучка, да, что лучше не смотреть на пистолет, на револьвер в моменте, когда уже ты защелкнул барабан, потому что что происходит в данный момент, да, барабан снаряжен одним патроном и, в принципе, конечно, в любом практически револьвере, по-моему, во всех револьверах ты можешь увидеть этот зазор, который между непосредственно находится бойком, да, и барабаном, то есть это небольшое расстояние, через которое проходит, ну, через которое, в общем-то, баек бьет по капсулю, вот, после чего капсуля воспламеняет порох, порох, образуя пороховые газы, толкает пуля вперед, которая вылетает вот в эту вот долбоебскую голову. Один раз, вот так, опа, и все, и он захлопнулся. И вот сейчас мы с вами вставили этот самый патрон в патронник, все сделали правильно, как нужно, да, и остается выстрелить, то есть голова, пистолет и палец. В общем-то, стреляем. И снова он выстрелил. На самом деле, с того момента, как я произвел первый выстрел, и он состоялся, да, с первого раза, вот только я это придумал, я бам все снарядил, зарядил, и выстрел произошел. После этого я сделал уже четыре дубля для записи этого видео, и никогда оно не срабатывало. И тут факин шип на пятый раз, он опять стреляет. Но везет же мне все-таки, а? Вот это везение. Игра бы в рулетку, и было бы все у тебя хорошо. Вот. Но на самом деле у меня даже есть на телефоне такая игра, как Револьвер, называется. Револьвер. И в которой можно играть как раз вот это вот. Крутишь, там он. Работает. Я его использую как на телефоне, в качестве жребия, когда нужно выбрать, кому там что-то делать с первым, допустим, да, вот, чтобы не тянуть бумажки и так далее, играем в такую русскую рулетку. Вот. Но почему вообще это все, и зачем, и почему это меня так увлекает, не знаю. Пишите в комментариях, может быть, вы знаете меня лучше, чем я сам. Спасибо, что посмотрели видео. Peace. Субтитры добавил DimaTorzok